В первую очередь надо констатировать то, что деполитизация населения усилиями федеральных СМИ достигла высочайшего уровня. Представляете, ситуация, когда огромная часть населения, электораты или как угодно сказать, обыватели, они очень интересуются судьбой футбольной сборной, теми проделками примитивными, которые футболисты там выделывают в ресторанах и так далее, а в то же время судьба разрушающейся страны и будущего своих детей интересует какую-то лизерную часть населения. Вот до чего мы дошли. К месту будет, наверное, такое сравнение. Но вы знаете, недавно была в Турции, была произведена попытка государственного переворота, в результате которой арестованы сотни генералов и подковников и так далее. Судьба их неизвестна нам, вряд ли она будет столь жестокой, тем более, что похоже, что это был в определенном смысле подстроенной, все это дело фарс, это игра определенная политическая. А у нас, значит, якобы, значит, инициатором свержения режима, Владимир Васильевич Квачков, который сегодня уже упоминался несколько раз, осужден на 8 или там на 9 лет, я сейчас точно не помню, так, под смехотворными всякими фактами, выявленными следователем, которые, ну вообще, ну, совершенно несерьезно было даже выставлять при таком вот, таком суровом наказании и так далее. Обвинен один полковник, и вот сидит уже скоро чуть ли не 10 лет, вот, ну, вы представляете, для чего это сравнение? А для того, чтобы доказать, какого невиданного триумфа самовластия и мнимой стабильности своей власти добился наш президент, так называемый лидер нации. Вот, ну, в таких случаях обычно говорят, что Эрдоган и другие там руководители других государств могут спокойно курить в сторонке, нервно курить в сторонке, ну, такое вот есть термин. Вы представляете сравнение, что там происходит и что у нас? Подавлено национальное движение и национальная мысль полностью. Вот такие дела. И в то же время мы можем уверенно утверждать, что Путин не хотел произносить это слово, но тем не менее, что наш так называемый национальный лидер лично контролирует все репрессии, все посадки, которые относятся к нам, к русским патриотам, вне всякого сомнения. Какими же средствами достигнута ускорчивость и несменяемость российского режима, ведущего прямой дорогой к разрушению государства и угасанию нации? Ответ очень простой. Это ложь. Ложь, тотальная ложь, которая исходит из Кремля и террорируется средствами массовой информации. Ростки правды зачищаются на этапе всходов, не успев расцвести сознание задураченного, доверчивого населения. Более трех тысяч источников информации запрещены. В тюрьмах сотни людей, которые посмели предметно критиковать власть и лично нашего так называемого национального лидера. Огромная армия сотрудников, следящих за порядком, порядком в кавычках которые, но которые сидят в интернете на специальных должностях, об этом все знают. Мы являемся свидетелями, зрителями и участниками грандиозного спектакля, представляющего торжество, в кавычках, торжество демократии и народовластия в огромном театре под названием «Россия». Главные актеры в лице кремлевских чиновников и парламентских партий в течение десятков лет продолжают произойти все те же патриотические сентенции, речи, имеющие имитирующие государственную деятельность. Очередной акт вот этого спектакля под названием «Выбора-2016» не предвещает никаких сюрпризов. Места в бюджетной кормушке распределены, место в правительстве и высшем депутатском корпусе стоит миллионы долларов. Обычный порядочный человек, в любом случае оказавшийся в круге избранных, не сможет длительное время сопротивляться внутренним правилам этой сложившейся ОПГ. Отбор давно произведен, установлена стабильность, нарушать которую никто не даст. Игра в справедливые выборы нужна лишь пенсионерам, неисправимым романтикам для самоудовлетворения. Если свет в конце тоннеля, и да, свет есть, он может появиться, если думающая часть населения. Первое. Прекратить смотреть телевизор. Это уже практически такие рекомендации. Возможно, их кто-то послушается. Прекратить смотреть телевизор и читать многотиражные СМИ. Второе. Критически осмыслить деятельность и роль существующих партий, источники их финансирования. Третье. Осмыслить для чего Кремль создает движение ОНФ, но карманную общественную палату, молодежные движения. С какой целью спекулирует на победе наших отцов и дедов Великой Отечественной. И четвертое. Наконец, самое главное. Поймёт, что России, как воздух, нужен национальный путь развития. А власть в стране антинациональная. Преодолеть официальную ложь и освоить поставленные вопросы не так уж и сложно. И тогда люди поймут, что доверять можно лишь тем, кто не финансируется Кремлем и из алигархических источников. Продолжает, а проявляет инициативу, руководствуясь лишь в зовом сердца, души, опираясь лишь на свои личные силы и поддержку саратников. Кто же входит в число таких людей? Ну это, безусловно, таким носителем здоровых идей, планов и промыслов является наш русский национальный фронт. Это можно заявлять совершенно смело, не кривя душой и уверенно. Поэтому мы представляем для нас властной алигархической группировке самую ненавистную силу. Об этом уже сегодня неоднократно говорилось. Власть ищет малейшие зацепки, чтобы репрессировать патриотов из наших рядов. Россия может быть спасена только усилиями патриотов, коренных национальностей. Наша роль будет неизбежно возрастать. Путь к свету левит через революцию в сознании массы. Слава России! Россия русской власти!